В Чувашии в ближайшие годы начнется производство глифосата и его аналогов. Такое соглашение подписали участники круглого стола в формате Волга-Янцзы, состоявшегося в городе Чинду, Гедайской Народной Республики. Напомним, это результат недавнего визита делегации Приволжского федерального округа в Китай. В числе участников были премьер-министр республики Иван Маторин и министр экономического развития Владимир Аврелькин. Строительство уникального завода по производству гербицида развернется на базе ПАОХИМПРОМ, которая располагает всей необходимой развитой инфраструктурой. На предприятии будут использованы новейшие китайские технологии. Проект уже включен в список 32 приоритетных, планируемых к реализации в рамках сотрудничества двух стран. Это новый проект, это еще раз говорю, это больше 120 миллиардов рублей. Это серьезное средство не только для города Новочебасарс, но и в цену для Чувашской республики. Поэтому, если удастся, и в действительности компания, партнеры компаний вместе с ХИМПРОМ, вместе с Реновым Росинтезом будут заинтересованы и будут внутренне убеждены, что проект должен быть реализованным здесь, я считаю, для нас это большая удача. Во-первых, это рабочие места, это больше 300 рабочих мест. Это молодые специалисты, которые заканчивают наш химический факультет, могут трудоустроиться на этом предприятии. Которые заканчивают экологический факультет, могут устроиться на предприятии. Это компания, это будущее действительности завода. В Минэкономразвитии Республики отмечают, что безопасности нового производства будет уделено повышенное внимание. Глифосат относится к веществам третьего класса опасности, то есть малоопасным. В сравнении, такая пищевая добавка, как нитрит натрия, который используется при производстве определенного вида колбас, более вреден для здоровья. Потребление глифосата позволяет собирать урожай в три раза больше и снижать уровень ручного труда, просто прополки. И позволяет индустриализировать сельское хозяйство очень хорошо. Здесь в течение 30 лет проводились различные испытания. Ученые проводили испытания и в промышленном масштабе, и на каких-то конкретных объектах. Официально зафиксированного негативного воздействия нет. Глифосат разлагается в почве на безопасные вещества. И что самое главное, глифосат действует на цепочку развития растений, а не затрагивая цепочку развития метаболизма животных. Поэтому для людей он не токсичен, мало токсичен. На химпроме уже производились когда-то гербициды похожего типа. Так что опыт у завода есть. Непонятно, почему проект вызвал такую волну критики, говорит Владимир Аврелькин. Почему весь этот нездоровый ажиотаж возник вокруг этого проекта? В свое время, еще где-то месяца два назад, наше министерство вместе с заводом пригласило ознакомиться с безопасностью, с безопасным производством, технологиями, которые существуют сегодня на химпроме. Наших депутатов, это как и члены Единой России, Коммунистической партии, Справедливой России. И все побывали. Для меня приятно было, когда депутаты вышли и сказали единственную фразу. Мы теперь спокойно за наших химпром, за то население, которое там трудится. Это, наверное, самое главное, то, что они высказали по результатам осмотра всех опасных объектов. Предварительный объем инвестиций оценивается в 2 миллиарда долларов. Строительство нового производства глифосатов начнется ориентировочно в 2016-17 годах. Это предприятие станет первым в своем роде на территории не только России, но и всего СНГ. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика.